Добрый день! В этом номере гудка на 9 полосе читайте о том, что необходимо сделать для того, чтобы БАМ стал более проходимым. Северный широтный ход Дальневосточной железной дороги, так называется Байкал-Морский магистраль здесь, имеет участок Комсомоль-Ксов-Гавань, он однопутный. Здесь идет реконструкция, строятся дополнительные разъезды, открываются старые, законсервированные, здесь прокладывается новый Кознецовский тоннель. Эти меры позволят к 2015 году выйти на пропуск 34 пар поездов, и то есть позволят подняться с 16 миллионов тонн грузов промозивного года до 35. Однако планы развития Ваненско-Совгаванского транспортного узла, где находится крупнейший морской подход к России, крупнейший порт, говорят о том, что сюда может подвозиться около 90 миллионов тонн грузов, соответственно почти втрое больше. И поэтому необходимо дальнейшее развитие северного широтного ухода ДВЖД. И самой главной мерой на Дальневосточной дороге считают электрификацию этого участка. Вообще БАМ, он электрифицирован только на участке Тайшет-Токсимо. Это, конечно, недостаточно. Но с электрификацией проблемы будут решены, ну хотя бы с той точки зрения, что электровозная тяга гораздо мощнее, чем тепловозная. На 17-й странице свежего номера ГУДКа читайте материал о том, как сеть будет праздновать День Железнодорожника. Все дороги, так или иначе, подготовились к этому празднику. На всех устраиваются некие мероприятия праздничные с вызовом больших гостей из Москвы, известных шоуменов, певцов или фокусников и жонглеров. На многих дорогах к этому же празднику сделаны какие-то дела глобальные, отремонтированы пути, отремонтированы вокзалы, построены новые дома для железнодорожников. Главное событие Дня Железнодорожника будет проходить в Новосибирске. Здесь будут основные площадки, основные праздницы, туда же приедет президент компании. И, соответственно, здесь на большую площадь будут большие гуляния для железнодорожников и для гостей и жителей города Новосибирска. Для железнодорожников будут какие-то спортивные мероприятия, типа веселых стартов, мероприятия для детей, много мероприятий для детей, в том числе будут показывать спектакли для детей, сказка о дружбе, гусе-лебеде, паралису и зайца. А вечером для всех желающих, жителей Новосибирска и гостей, будет на центральной площади города дан концерт, в котором примут участие не только Вера Брежнева и певица Ёлка, но и Гарик Сукачев с своей группой неприкасаемой, Сергей Голанин со своей группой Серега. Завершится праздничное гуляние в Новосибирске фейерверком. На других дорогах тоже будут отмечаться события, так, например, на Северной дороге к этому событию на Одесской железной дороге открыли специальный интерактивный зал, где можно в формате 5D даже проехать по дороге от Ярославля до Бетнанги. В Ижевске в таком же формате можно будет покататься на паровозе, там выставка паровозов и интерактивная программа управления паровозом будет действовать. На Октябрьской дороге покажут фильм о том, как они передают эстафету по празднованию Дня железнодорожника, значит, от своей дороги на Западно-Сибирскую, Новосибирск. Послезавтра исполняется 50 лет со дня исторического полета космонавта номер 2 Германа Степановича Титова. В отличие от Юрия Алексеевича Гагарина, совершившего всего несколько витков вокруг земного шара, Герман Степанович Титов на корабле «Восток-2» провел в космосе 25 часов и 11 минут. Это были часы полноценной настоящей работы космонавта. Он не только переводил корабль на ручное управление, не только провел множество кино и фотосъемок из окна иллюминатора, но даже ему удавалось поспать, и он впервые стал космическим едоком. Он обедал, и все блюда были специально разработаны для полета и находились в космических тубах таких. По возвращении Германа Степановича Титова ждали придирчивые медицинские комиссии, которые в то время еще не знали, как действует невесомость на человеческий организм, и в то же время его настигла, в общем-то, мировая слава. А руководитель тогдашнего отряда космонавтов генерал Каманин говорил, что по своим волевым качествам и свойствам характера Герман Степанович ничуть не уступал Юрию Гагарину, а своим серьезным отношением он, в общем-то, заслуживал быть первым, но его готовили к более серьезному полету. На 20-й странице сегодняшней газеты вы прочтете о завершающемся фестивале РЖД «Зажигает звезды», об итоговом концерте, который состоится 7 августа на сцене Центрального дома культуры железнодорожников, о том, как проходили отборочные туры этого фестиваля, рассказывает генеральный директор фестиваля Михаил Ашумов. И также на этой странице вы прочтете о концерте для ветеранов, который накануне Дня железнодорожника 31 августа также состоялся в ЦДКЖ. Этот концерт был организован Роспрофжелом при содействии Фонда благосостояния. Ветераны, собравшиеся в зале, получили в подарок прекрасное исполнение многих известных артистов, композиторов, поэтов, а апофеозом концерта стало выступление бессмертного ансамбля «Песнеры». В заключении вице-президент РЖД Дмитрий Шаханов и исполнительный директор Фонда благосостояния Елена Сухорукова поздравили ветеранов и сказали, что их трудовые подвиги должны служить примером молодежи. В праздничном номере ГУДКа читайте информации о предстоящих достаточно больших спортивных состязаниях, в которых примут участие наши спортсмены, спортсмены-железнодорожники. Сначала я расскажу о том, что произойдет в Ростове. В Ростов съедутся именно работники железных дорог, которые на время расставят свои рабочие места и станут волейболистами и футболистами. Всем им придется доказывать свою состоятельность на песке. То есть речь идет о пляжном волейболе, пляжном футболе. В Ростове пройдут чемпионаты в РЖД. Если пляжный волейбол наши спортсмены-железнодорожники уже давным-давно освоили, и, допустим, в прошлом году чемпионом стала команда дальнего стручной железной дороги, и придется в Ростове осваивать это замечательное звание, то пляжный футбол будут осваивать первый раз. И я так думаю, что глядя на наш пляжный футбольный локомотив, я думаю, за него болели все мы, в том числе и железнодорожники, которые вперед в Ростов. Они уже чему-то научились и показывают себя в футболе, в пляжном, с самой хорошей стороны. Еще один турнир, турнир замечательный, пройдет в Дании, поедет туда на чемпионат Международного спортивного союза железнодорожников. Наша сборная, сборная ООО «РЖД» по спортивному ориентированию. Так вот, в этом чемпионате, в общем-то, примут участие команд со всего мира, и поскольку же наши спортивные ориентировщики, в общем-то, всегда котировались очень высоко в мире, я думаю, что все должно получиться на самом-самом хорошем уровне. Сейчас они начинают подготовку к этому чемпионату, то есть, проведут сбор, ну а потом, в общем-то, в хорошей подготовке с накопленными силами вступят в бой. И опять же, будем за них болеть. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»